Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Первое убийство на земле Сегодня речь пойдёт о первом убийстве в истории человечества. Общеизвестна история Кабеля, Каина и Хабеля, Авеля. Когда Адам, мир ему, вместе с Хавой, Евой стали жить земной жизнью, Всевышний, для продолжения рода человеческого, послал им детей. Рождались они по двойне, мальчик и девочка. Хабель родился с Лаюсой, а после появился Кабель с Эклимой. Дети росли, у каждого из членов семьи были свои обязанности, так Хабелю было поручено смотреть за скотом, а Кабелю за посевами. Когда пришло время совершеннолетия, Всевышний повелел женить Хабеля на Эклиме. Хабель тоже возжелал жениться на ней, но она для него была запретна. Ему была предназначена Лаюса, но он от неё отказался. Сколько бы его не просили одуматься, он твёрдо стоял на своём, не желая уступать. Тогда Адам, мир ему, предложил принести жертвоприношение, Курбан. Тем самым разрешить спор. Было решено, что Эклима достанется тому, чей Курбан примет Аллах. Хабель принёс лучшую овцу, а Кабель – незрелую пшеницу. Положили они на разные холмы и стали наблюдать. Когда Кабель увидел, как спустилось белое облако и подняло овцу Хабеля, в его душе поселилась зависть. Теперь он точно знал, что Эклима ему не достанется, и возненавидел своего брата ещё больше. Он решил избавиться от него, но не знал как. Явился и близ, и показал, как камень раскалывает другой, ударив камнями друг о друга. Кабель понял, что должен сделать. Он бросил большой камень на голову брата, когда тот спал. Пролилась первая кровь на земле. И было совершено первое убийство. Ведь до этого никто подобного не совершал. Хабелю было 20 лет. Кабель не знал, что делать с телом брата, и целый год носил его на себе. Пока однажды не увидел, как две вороны сражались друг с другом. Победительница закопала побеждённую. И Кабель сделал то же самое. Закопал Хабеля и засыпал землёй. Проклятие несчастного Кабеля состоит в том, что на нём будет лежать грех каждого совершённого убийства на земле до судного дня. Так как он стал его прародителем. Об этом сказано в Хадисе. Кого бы ни убили несправедливо, на первого сына Адама обязательно ляжет часть бремени греха за пролитую кровь. Ибо начало убийством положил он. Имеется в виду Кабель. Передали Бухаре номер 3335, Муслим 1667. Из этого можно вынести важный урок. За каждый наш грех, плохое деяние, мы будем в ответе не только за себя, но и за тех, кто последовал нашему примеру. На это указывает ещё один хадис. «Тот, кто положил начало какому-нибудь хорошему обычаю в исламе, получит награду за это, а также награду тех, кто станет придерживаться этого обычая после него до судного дня. Тот же, кто положит начало какому-нибудь дурному обычаю в исламе, понесёт на себе как бремя самого этого греха, так и бремя грехов тех, кто станет придерживаться этого обычая после него до судного дня». Этот хадис передал муслим. Убийство человека – это тягчайший грех, поэтому он и идет сразу после многобожия. На минуточку, ширк – это самый большой грех, который Всевышний Аллах не прощает. Существует множество аятов и хадисов, указывающих на грех убийства. Вот один из них. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал. Первое, за что будет произведен расчет между людьми в судный день – пролитие крови. Хадис достоверный. Этот хадис передали Аль-Бухари и Муслим. Но это версия Муслима. Даже если человеку удастся избежать наказания за убийство в этом мире, он непременно будет жестоко наказан за содеянное в Ахирате. На что указывает следующий аят. Всевышний Аллах в Коране говорит. Смысловой перевод. Кто убьет мусульманина преднамеренно, воздаянием, наказанием для него будет вечное пребывание в аду. Разгневается на него Аллах, проклянет его и приготовит ему великие мучения. Сура Ан-Ниса. Аят 93. Никто не смеет лишать жизни невинного человека, творения Всевышнего, кроме него самого. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал. Убийство верующего тяжелее Аллаху, чем исчезновение всего мира. Передали Ан-Насаи от Бурайды. И еще посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал. Если бы собрались все обитатели небес и земли и убили одного верующего, Муммина, Аллах всех их не зверг бы в адский огонь, передал Ат-Термези. Расскажу еще один очень интересный хадис, приведенный Ат-Табарани. Один из мусульман в шутку спрятал обувь другого, из-за чего тот встревожился. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, показал ему, где находится обувь, и сказал тому, кто спрятал. «Как ты ответишь за тревогу верующего?» Тот ответил. «О посланник Аллаха, я их спрятал в шутку. Но пророк повторил дважды. Как ты ответишь за тревогу, которую вселил в него?» «Как ты ответишь за тревогу, которую вселил в него?» Посмотрите, как цена жизнь человека в исламе. Его даже пугать нельзя. А уж нанести какой-либо вред или убить тем более. Можно еще долго приводить примеры, но разумному достаточно и одного хадиса. «Каждому мусульманину запретны кровь, имущество и честь другого мусульманина». Передал муслим. Дорогой зритель, не забывай поставить лайк и подписаться на канал, чтобы это послужило стимулом для нас для выкладывания больше таких роликов. Инча Аллах. А также можете стать спонсором этого канала, нажав на кнопку «Спонсировать» и сделать себе подарок судному дню. Мы всегда будем рады вас видеть в наших рядах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатуху.